Привет, это Хасельхов. Осторожно, в данном видео высокая концентрация крутых мужиков, количество трупов на секунду экранного времени и беспощадного, а порой и бессмысленного экшена, который отзовётся тёплыми нотками ностальгии у многих из нас. Составить топ героев-боевиков, лидирующих по количеству убитых врагов, это прекрасная причина вспомнить любимые фильмы ещё раз. Ведь многие из них не теряют своего лидерства по данному критерию уже десятки лет. Подсчётами трупов в кинофильмах занимались различные ресурсы, и данные по одним и тем же фильмам зачастую отличаются. Это, как правило, связано вот с такими моментами. Когда определить количество смертей в кадре непросто, и с моментами, когда чёткого понимания смерти врага нет. Для составления этого топа я использовал данные ресурса MovieBodyCounts.com, который специализируется на подсчёте мёртвых тел в киноиндустрии. Огромное спасибо авторам данного ресурса и всем-всем причастным к составлению рейтингов. Ссылка на ресурс в описании. Мой топ не будет полностью повторять рейтинги MovieBodyCounts. Я конкретизировал жанровую принадлежность и добавил в топ то, чего там ещё нет, но быть должно. Итак, топ составлен последующим параметром. Жанр максимально приближен к жанру боевика. Нас интересуют персонажи, в одиночку сеющие разрушение и смерть в рядах своих врагов относительно приземлёнными методами, как правило, с пушкой наперевес, а не парни, уничтожающие пол вселенной по щелчку. Количество истреблённых врагов считаем за один конкретный фильм, а не за франшизу в целом. Учитываем количество погибших только от рук киногероя. И в подсчёт идут только смерти врагов, попавшие в кадр, а не гипотетически закадровые. Итак, 10 место. Беатрик Скидо. Убить Билла, часть первая. Она же Чёрная Мамба, она же невеста. Убить Билла в целом можно описать просто и понятно. Самая настоящая Тарантиновщина. Кровавый и безжалостный от первого до последнего момента, смягчённый абсурдностью происходящего. Чёрная Мамба отметилась в нашем топе, совершив 76 убийств за первую часть «Убить Билла». Почти все эти убийства были совершены в ночном клубе «Дом голубых листьев», оставив после себя галлоны крови и безногих якудзо. 9 место. Представитель гонконгского кино от знаменитого Джона Ву. Инспектор Юэнь по прозвищу Текила из фильма «Круто сваренные» 92-го года. Криминальный боевик «Круто сваренные» считается одним из самых жестоких в фильмографии Джона Ву и одним из самых лучших представителей своего жанра в кинематографе Гонконга вообще. Главный герой – полицейский по прозвищу Текила. Сторонник агрессивного метода диалога с преступниками, то бишь при помощи пистолетов. Общее количество смертей в фильме 307. От рук Текилы на тот свет было отправлено 77 плохих парней. 8 место. Снова Гонконг, снова Джон Ву и снова Чоу Юньфат. Персонаж по имени Кен из киноленты «Светлое будущее 2», вышедшей на 5 лет ранее «Круто сваренных». Данное кинопроизведение похвастать регалиями, как прошлый фильм, увы, не может. Отзывы он получил достаточно смешанные, да и Джон Ву от причастия к этому фильму отказывается, мол, киноделы поработать не дали, хоть и во всех источниках он числится как режиссер. Но вот финальная бойня остается по праву за ним. Она и преподнесла неубиваемому Кену место в топе, опередив Текилу всего на одно убийство. Кен из боевика «Светлое будущее 2», 78 убийств, 8 место в топе. 7 место. Полковник Джон Мэтрикс. Команда. Та самая кинолента, которая отзовется теплыми нотками ностальгии и детства. Бессмысленный, абсурдный и прочно занявший свое место в истории жанра. Команда настолько крут, что убив 81 врага за весь фильм, ни разу не перезарядил оружие. Уровень разрушения в фильме настолько велик, что некоторых актеров массовки в кадре приходилось убивать по несколько раз. Поговаривают, что обсуждалось продолжение. Но из-за отсутствия заинтересованности Арнольда сценарий сиквела переделали и адаптировали под другого актера, назвав его «Крепкий орешек». Полковник Джон Мэтрикс. Команда. И его седьмое место. Ну и что бы мы делали с нашим топом без этого парня? Шестое место. Джон Рэмбо. И четвертая часть франшизы. Критики никогда не баловали серию фильмов о Рэмбо большим количеством хвалебных рецензий. Отзывы, как правило, всегда были неоднозначными. Но это ничуть не помешало Рэмбо получить заслуженный культовый статус в жанре кинобоевика и народную любовь. Рэмбо, наряду с Терминатором, является самым популярным нарицательным именем для обозначения крутых парней. Отличилась франшиза еще и большим количеством забракованных и переделанных сценариев первой части. По количеству смертей и разрушений вокруг себя, Рэмбо, понятное дело, тоже никогда не отставал. Рэмбо 4 2008 года отметился шестым местом в топе с количеством 87 убитых врагов за один фильм. Пятое место. Топпер Харли. Горячие головы 2. Да, все верно, это комедия, пародийная и гиперболизированная. Я решил не исключать этот фильм из топа, так как нелепость, происходящая в нем, это по сути такая же нелепость и абсурдность, как и в других фильмах нашего топа. Разница в том, что этот фильм заявляет об этом еще до того, как вы его посмотрите. Механики убийств скопированы с фильмов, которые не имеют жанровой принадлежности к комедии, но эти механики работают с одинаковым успехом везде. Да и цель этого топа не в том, чтобы придавать серьезность происходящему, совсем наоборот. Поэтому Топпер Харли из кинофильма Горячие головы 2 и его пятое место с количеством убитых врагов 103 человека. Следующий номер в топе также выделяется вопросом жанра, но не упомянуть его я просто не мог. Четвертое место. Джон Престон. Эквилибриум. Изюминкой этого фильма выступило вымышленное боевое искусство под названием Гонката, представляющее собой боевое искусство с применением огнестрельного оружия и знаний возможных позиций противников. Вследствие чего человек, владеющий данной техникой, может противостоять целой группе врагов. Но, пожалуй, самым главным плюсом Гонката является то, что визуально это смотрится чертовски круто. Общее количество смертей за весь фильм 236 человек, из которых от руки клирика первого класса Джона Престона и его Гонкаты погибло 118 человек. На третьем месте человек целеустремленный, дисциплинированный, с охрененной силой воли. Мой любимец Джон Уик и вторая часть кинофраншизы. Мир Джона Уика построен таким образом, чтобы ничего не препятствовало главному герою оставлять сотни трупов на своем пути. Абстрагированность преступного мира от внешнего с примесью околорелигиозных подтекстов прогрессирует от фильма к фильму. Кому-то это нравится, кому-то нет, но это позволило Мистеру Уику отправить на тот свет 128 плохих парней за вторую часть франшизы. Третий фильм прогресса по количеству трупов не показал. Но это только из-за того, что значительную часть убийств перераспределили на персонажа Холли Берри. На смертоносное ремесло Джона Уика можно найти подробнейшую инфографику в сети. Что ж, пожелаем Мистеру Уику удачной охоты и перейдем ко второму месту. Второе место. Смит. Пристрели их. Черный юмор, кровь и цинизм. Что может быть лучше для ценителей качественного трэша? Перерезать пуповину новорожденному выстрелом из пистолета, только что отобранного у плохого парня, убитого тобой морковкой. А ведь несколько мгновений назад ты ел эту морковку на лавочке и никого не трогал. А в результате угодил в авантюру, оставив после себя 141 труп, не прерываясь на убийство даже во время секса с Моникой Белучи. А кто-то называет этот фильм безумной смесью героического боевика высшей пробы и интеллектуальной комедии. Как бы то ни было, пристрели их. Один из самых неправдоподобных и гиперактивных боевиков, которые вы когда-либо видели. И от этого он настолько крут. Смит. Пристрели их. И первое место. По количеству трупов за один фильм вот уже 45 лет занимает мастер фехтования Агами Ито. Из кинофильма «Одинокий волк и его ребенок. Белые небеса ада», являющийся заключительной частью серии фильмов, снятых по одноименной японской манге. Мангой серии фильмов повествуют о приключениях бывшего палача Сёгуна, Агами Ито и его сына. Отец и сын являются странствующими убийцами, поклявшимися истребить вражеский клан. Ответственный за смерть родных и причиненный позор. Вскоре они становятся известны как «Одинокий волк и его ребенок». За шестую, заключительную часть серии фильмов Агами Ито отправил на тот свет 150 вражеских единиц. И делает он это не только путем традиционного фехтования, но и при помощи технической смекалки. В коляску его сына встроен полноценный пулемет, истребляющий членов вражеского клана десятками. Такие дела. Если тебе понравилось это видео, подписывайся на мой канал, ставь лайк, комментируй, и не забывай делиться этим видео с друзьями. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!